радио 54 и это было не просто поездка такая как реклама что ли тотального диктанта а не только да это была просветительская вещь потому что читали мы лекции различные филологи читали лекции а кроме того они проводили исследовательскую работу они они собирали топонимы они собирали какие-то регионализмы местные выражения они задумывались над изменением словарей даже по итогам этой поездки потому что вот например один из примеров в улан-удэ есть свой бурятский арбат но во многих городах до улицы которые пешеходные туристические их называют арбаты там где голова ленина наверное да но чуть ниже туда от головы ленина там там есть и вон прямо так и написано там арбат а да да я был я был там еще на скамейке чехов вот и и а филологи задаются вопросом но арбат он пишется с большой буквы как с прописка с прописной да а сейчас он приобрел уже это нарицательное значение не пора ли его и в словарях указывать с маленькой как на бы нарицательном значении вот так вот поездка ставит вопросы перед ними они потом их обсуждают и решают так вот как придумывается новые правила русского языка мы читали некоторые из ваших заметок например то что вам удалось уже заметить это такие диалекты да диалектами это наверное регионализм регионализм как слово коза в красноярском крае это шутка у нас так не говорят козить значит шутить что-то еще и такое интересное что задело в ваш слух как писателя мне больше всего понравилось нежная очень очень романтичная читинская маяточка что означает моя родная моя любимая маяточка маяточка да вот у него и у них такое слово есть а еще кроме регионализмов мы собирали аналоги местные выражения ехать москву через париж то есть ехать каким-то кружным путем нерациональным а так вот во многих регионах существует это выражение собственными топонимами вот в той же чете говорят ехать в сочи через могучу могучу у них там такая деревня а в кемерово скажем ехать через тапки у нас так говорят что через маркса в магазин ходил а вот мы так постоянно или там ты чё там ты ты где ты чё через северо-чемской едешь ко мне в каждом городе было что-то свое во всех городах действительно было какие-то случаи интересные и что-то меня поразило в иркутске например на центральной улице где много деревянных на одной из центральных улиц где много деревянных домов я увидел настоящий поленец вот идешь по городу стоит поленница как как в деревне знаете как дрова но это очень мило было а во владивостоке был случай когда мы приехали на маяк вокруг океану залив стоим там фотографируемся к посетителям маяка значит проверяем грамотности вдруг я оборачиваюсь и вижу что метрах в 100 от берега прямо на воде стоит девушка в костюме лисы я честно говоря подумал что я переел тех морепродуктов который накануне ел в кафе но потом пригляделся она стоит на специальной доске и свислом вот и это и называют там саперы но она в костюме лисы было она в костюме лисы а вообще их было там когда обернулся там их человек 150 вдалеке они собрались на льдине сжигать чучело зимы и отмечать масленица по-своему в мае выходит книга легендариум где собраны игорем легенды и мифы городов урала сибири дальнего востока есть там и новосибирск и во многих из этих городов пришлось игорь и побывать и воочию все увидеть даже выйдет редакция другая может быть какой-то пример да может быть нам какие какой-то спойлер но я могу коротенькую рассказать такую в конце 19 века среди инисейских киргизов тогда жили так на инисеи такие племена существовала легенда о богатыре кангзе в их представлении это был великий богатырь ростом в два-три человеческих роста который отчаянно сражался с русскими когда они пришли сюда в сибирь и русские только хитростью смогли значит его пленить напоив несколькими бочонками вина и вот однажды в одной из селений стал стекаться народ со всего енисея то есть ехали спускались с гор ехали плыли по реке выходили из глухой тайги распространился слух что у русских выкраден портрет богатыря кангзы и вот такое паломчица продолжалось несколько месяцев пока кто-то знающий не увидел этот портрет это оказалось иллюстрация из книги про гулливера где гулливер лежит распластанный на земле а его повязывают веревочками лилипуты вот такая забавная история она кстати опубликована в книге к 70-летию григория потанина нашего областника я кстати все свои истории откуда-то берут именно из старых источников интересных и полузабытых или совсем забытых давайте поподробнее мы за уже успели говорить но я думаю слушателям будет интересно что на самом деле каждый может что-то такое для себя какой-то сборник составить не только мифов но можно и по другим темам пройтись оказывается все источники которыми пользуется игорь они открыты ну да они открыты не все они может быть оцифрованы вот но многие библиотеки сегодня выкладывают контент оцифрованные старых газет старых журналов старых книг и это очень ценный ресурс да для изучения твой дом твоя область новосибирск 106 и 2 fm